Это число сочетаний из n по k умножить на p в степени k умножить на q в степени n минус k. Это то самое или не то? Такая была формула? Да. Такая была формула? Отлично. Так вот, я сейчас напомню вам ту самую картинку распределения вероятности. В какой-то момент оно становится большим, потом оно становится поменьше. И закон больших чисел утверждает, что если взять порядка корня из n величину, на самом деле давайте это порядок альфа n, как убернули в исходном варианте, то в таком случае основная часть будет сосредоточена здесь. Понятно? Теперь надо попытаться это как-то объяснить в терминах значения вот этой величины. Смотрите. Что такое вот эта точка? Эта точка, как помните, это была np. Правда? Ну, правда, там было np плюс q, по-моему. Но это q, я скажу, не самое главное. Мы сейчас не с такой точностью работаем. Мы сейчас влево-вправо на какую-то долю числа n собираемся отходить. Поэтому неинтересно эта самая куль. Вот. Итак, эта величина примерно np. И закон больших чисел утверждает, так вот, сейчас самое трудное место, потому что определение энтропии будет дано вот ровно сейчас. Поэтому сейчас полное внимание. Оно простое, но понять надо. Закон больших чисел утверждает, что большинство, большая сумма вероятности, большинство сконцентрировано здесь. Про это разговор? Про это. Замечательно. Значит, k будет примерно np. А n-k, это будет примерно n-np, то есть это будет примерно np. Подумайте, пожалуйста, что я сейчас только что сказал. Я сейчас сказал, что когда вы берете бросание монеты, так что одна сторона появляется с вероятностью p, а другая сторона получается с вероятностью, не все траектории рассматриваем, а индивидуально одну такую траекторию, то ее вероятность этой самой траектории, это будет p в степени k умножить на q в степени n. при этом k это примерно np. Отлично. Значит, я здесь напишу np. q это примерно nq. а теперь я напишу, что это есть 2 в степени np логарифмов p по основанию 2, плюс nq логарифмов p по основанию 2. Так, господа, что-то следите за руками. p в степени np это 2 в степени n логарифмов p по основанию 2. Это понятно точно так же. q в степени nq это есть 2 в степени n логарифмов p по основанию 2. И значит, получается, что вероятность одной из траекторий, которые вот здесь вот, это примерно 2 в степени такая сумма. Это вероятность такая. Но заметьте, пожалуйста, что мы помним, что вот здесь и здесь вероятность более-менее 0. И что они здесь более-менее все равны. Правильно? А значит, сколько их там штук? Еще раз. Сумма длины вот этих отрезочков, если каждую траекторию изображать отдельно вертикальным отрезочком. А она небольшая сумма? Сумма не небольшая, сумма почти что единица. Потому что вероятность всего, за то, что произойдет хоть что-нибудь, это единица. Вероятность одной траектории, она вот такая. Но при этом эти траектории имеют примерно одну и уже вероятность. Примерно одну и уже вот такую вероятность. Сумма этих чисел – это примерно единица. Значит, сколько их штук? Слагаем мы примерно одной и той же величины. Эту величину мы знаем, вот она, величина. И сумма примерно единица. Чтобы узнать количество слагаемых, надо единицу на этот делитель. Отлично. Давайте этим займемся. Единица разделить на 2 в степени n p логарифмов плюс q логарифмов числа q. Вот столько примерно будет траекторий наиболее вероятных. А остальные будут, в общем, давать более-менее нулевой вклад по закону больших числов. Что это за число? Это 2 в степени минус n умножить на энтропию. Вот это самое число. Ой, плюс, здесь плюс уже. Здесь как раз плюс, потому что я поделил. 2 в степени n умножить на энтропию. Вот это самое число, которое у нас получается, когда поделили, минус p логарифмов, минус u логарифмов числа куба основанием 2, это и есть энтропия. Я прекрасно понимаю, что при первом знакомстве у вас есть некое ощущение шока. Потому что совершенно непонятно, с чего бы это и почему бы так. Вот сейчас я давайте объясню, почему это действительно так разумно. Давайте возьмем сам простой вариант. Если у нас вероятностное пространство, две точки, p равно 1 на 2. Что тогда будет за... Да, кстати, p меньше единицы, а поэтому совершенно понятно, что логарифм будет какой-нибудь? Маленький. Маленький, а расценивай. Логарифм числа большего единицы положительно, а логарифм числа... Так, для тех, кто не рад в жизни не видит график, график логарифма выглядит так. Вот здесь вот есть единица, и вот так вот он идет. Логарифм, чтобы понять, логарифм 1, 2, это минус единица. Все логарифмы берем по основанию 2. Логарифм 1, 4, это минус 2. Понятная идея, да? Логарифм... Не-не-не, там чего. 1, 1024-й, это минус 10. Ну и так далее. Итак, p равно корону 1, 2. Что это будет такое? Это будет минус 1, 2, да? Выносим за скобки. 2 слагаемых одинаковых, поэтому еще будет 2. И здесь логарифм по основанию 2 числа 1, 2. Что это такое? 2 сократились. 1. 1, конечно. Просто там с 1. Энтропия самого понятного из вероятностных пространств. Это просто-напросто единица. Ребята, это и есть тот самый один вид. Выбор из двух вариантов. Теперь, да, теперь интересный вопрос. А какое брать определение, если не... Если монеты не две стороны, а 6 сторон, а 3 стороны? Если вы секундочку подумаете, то вы все поймете. Помните, мы там писали формулу, когда у монеты были три стороны? Господа, я почти не помню, буквы какие там были. По-моему, PQF, да? И в каких они были степенях? К-Л-М. К-Л-М, да? Господа, закон больших чисел ровно также получается когда у монеты 300 объясняю как он получается для того чтобы доказать что в большинстве случаев от выпадений первой стороны будет п н штук надо сказать простую вещь а давайте будем считать что монеты две стороны первое и все остальные и применим закон больших чисел понятно чтобы доказать что второй стороной она попадает более менее в энд ситуация ситуация та же самая идея будет вторая сторона и остальные вот и в результате для почти всех траекторий у вас будет выполнена следующая штука к это будет примерно п н и это будет примерно кубин если это количество бросков и последнее м это будет примерно и ровно таким же образом у нас получится ровно то же самое смотрите как все просто у нас с вами есть вот это выражение у нас получится такая штука п в степени п н в степени н р в степени р н понятно а что это такое а а это два в степени н умножить на п логарифмов п плюс q логарифмов q плюс р логарифмов р таким образом я объяснил почему разумно считать что когда у вас есть конечная вероятность это пространство состоящие из точек из нескольких выборов которые принимаются вероятностями п первое второе приемное причем известно что сумма их вероятностей равна чему единицы конечно потому что какой-то выбор должен быть сделан и ровно а вот то в таком случае по определению энтропии этого вероятностного пространства называют следующую величину значит энтропии называют сумму вероятностей где это число бегает от единицы до им каждая из которых умножена на логарифм единицы деленной на вероятностей вот это определение я сейчас делал уже для пространство из двух точек я уже считал энтропию давайте я сейчас посчитаю энтропию для пространства которое состоит из м точек причем все вероятностей одинаково представьте себе чтобы первое второе и так далее в м на и это все одна и даже лично 1 в таком случае считать тропе от удовольствия потому что у нас все слагаемые будут одинаковые их будет м штук и при этом здесь есть такой множитель 1 м который сократится с количеством слагаемых и поэтому получится ответ очень понятный это логарифм двоичные единицы деленные на 1 м это просто двоичный логарифм числа и то есть если у вас пространство состоит из трех точек и каждая с вероятностью одна треть то энтропия это двоичный логарифм трех все понятно вот все понятно заметьте пожалуйста в чем принципиальное отличие энтропии от тех характеристик раньше у нас была такая штука как среднее значение случай и дисперсия и строго не было написано идея уже была так вот и среднее значение и дисперсия они зависят не только от вероятности но и здесь должны быть какие-то значения то есть представьте себе у вас есть случайная величина которая в точке а1 принимает значение из 1 в точке а2 принимает значение из 2 в точке арендная принимает значение из стены в таком случае средним значением случайной величины или то же самое и математическим ожидания называют датьяна насечную смешивую формулу потому что не помню была ли это есть это есть когда вы вероятность умножаете на значение случайной величины это идея понятный лет по идее что это мучиться на станем среднеархметическое когда у вас все вероятности одинаковые все вероятности одинаковые то в таком случае надо взяться и не архметически разумно естественно что если вероятности не одинаковые то надо тут где вероятность больше брать с другим весом вот эти p2 и так далее это веса так вот господа пожалуйста посмотрите внимательно на формулу для энтропии формула для среднего значения зависит от иксов формула для энтропии никак не зависит она зависит только давайте поймем дело в том что энтропия была придумана в на 1948 году шинон это такой американский инженер для задач теории связи начал ее придумывать в 1928 году харкли харкли был не вполне математик и он рассуждал следующим образом если у вас есть какой-нибудь опыт опыт в таком медицинском физическом прикладном смысле в котором бывает несколько вариантов и вы должны получить один из десяти вариантов то скорее всего скорее всего неопределенность это определяется более-менее количеством этих вариантов разумно а значит надо взять что-то вроде логарифма двоичного от количества вариантов почему это рассуждение 1928 года на самом деле это неправильно а вот почему представьте себе что в опыте наш есть несколько вариантов не знаю более по одной трети чуть чуть меньше и один вариант вероятность которого это одна миллиона и нам нужно что называется об этом писать отчет то то есть с точки зрения теории связи у вас чаще всего бывает один из трех вариантов и еще есть какой-то который бывает один раз там на миллион случаев каким образом вы тогда это будете передавать по сетям связи дочь вы будете кодировать коротко эти три варианта правильно а вот если произошел этот который один раз 20 миллиона то вы в таком случае просто придумаете какой-нибудь там трам там там объявляется тревога по не знаю сети связи сейчас будем передавать экстренное сообщение у нас что-то такое странное случилось передаем это сообщить полета и она почти никак не повлияет на общую на общее количество символов потому что хоть вы в этот момент потратите много но это бывает настолько редко что это цены нашли и вот в этом идее разные вероятности должны давать разный вклад в энтропию так теперь господа для того чтобы немножко понять эту формулу надо ее немножко еще покритиковать почему нельзя всегда смотреть на энтропию по очень простой причине потому что энтропия она именно о передаче по сетям связь кстати сети связи разные бывают например моя нервная система это по большому счету тоже сеть связь поэтому энтропия прекрасно подходит для изучения каких-то нервных процессов вот многие процессы в экономике вполне себе сети связи и так далее и так далее применение много но есть ситуации когда применение наоборот потому что если в реальной жизни у вас это самое значение случайной величины вас сильно сильно волнует кто в таком случае конечно говорить про энтропию не очень осмысленно энтропия это когда все сообщения одинаково разумно то есть вы слышали есть такое понятие нейтральность сети интернета знаете есть такая давняя мечта всяких цензоров сделать чтобы интернет перестал быть нейтральным то есть вот когда вы говорите с этим говорите да по понятному говорю здравствуй мама поздравляю тебя с днем рождения всегда обычно после этого вы говорите я получил двойку в этот момент сеть объявляет вас двоечником и в десять раз уменьшает пропускную способность сигнал мама я получил двойку а еще я сегодня разбил себе колену вы объявляетесь больным больным наши станет понятно какое отношение пропускную способность уменьшает еще поняли так вот ребят пока что нашей стране нет нет то есть пока что счастью у нас чтобы не писали пока не официально считается что все идет с одной и той же скорость смотрите вы фильм о черных дырах или вы смотрите фильм о том какой московский университет хороший этот сигнал идет к вам один с одинаковой силой вот но это в связи так а в реальной жизни совсем не так в реальной жизни может запросто быть что эти значения случайные величины для вас по разному долги и так далее поэтому энтропия не является единственным единственной характеристикой случайные величины которую вы должны изучать но энтропия является совершенно идеально при изучении повторяем пропускной способности и связи